Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости, мои коллеги, друзья, журналисты Александр Ронкин, Злой Киргиз и Павел Маргулян. Рад приветствовать Добрый день! Тема может быть необычная в какой-то степени, но меня это достало. Решил с вами обсудить. Мир сошел с ума. Приведу примеры. В Англии в университете Уинчестера установили памятник Гретти Тунберг стоимостью 24 тысячи фунтов стерлингов, что вызвало неудовольствие очень многих студентов, но тем не менее памятник поставили. В Соединенных Штатах обвинили в изнасиловании шестилетнего мальчика. Там же в Соединенных Штатах прислали мне фотографию. Я, честно говоря, обалдел, когда увидел пресс-секретаря Камалы Харрис. Зовут ее Саймон Сандерс. Я не сразу понял, это мужчина или женщина. Да, сейчас это неважно. Вот может поэтому по этим принципам там чернокожая женщина очень габаритная такая. И у меня такое ощущение, что пришло время фриков. Даже не то, что мир сошел с ума, а время фриков. Паш, может быть я сгущаю краски, все нормально, я не так воспитан, отстал от жизни. Во-первых, я добавлю, забыл сказать, если мы посмотрим на так называемый конкурс песни Евровидения, то же самое. Мир сошел с ума, фрики правят всем. Во-первых, моя позиция. Я никогда не оцениваю человека, не могу назвать его фриком по его внешнему виду. Мне все-таки важны его внутренние, скажем так, деловые качества, если это какой-то пост административный. Поэтому мне абсолютно все равно, как выглядит. Она уже послала президента Байдена, не постеснялась. Ну, все это пусть посылает. Значит, меня и Камалу Харрис, и американцев, должно волноваться ее деловые качества, если мы говорим об этом пресс-секретаре. По поводу фриков. Смотрите, мы живем в меняющемся обществе, в котором меняется отношение к людям, которых раньше общество как бы во фронт не выдвигало. Они всегда оставались в тени. Кто-то там на своем инвалидном кресле, кто-то из-за цвета кожи, кто-то из-за трансгендерства своего или гомосексуальности и так далее. Сейчас современное общество пытается им сказать, что вы такие же, как и мы. Вы имеете те же самые права и можете занимать те же самые посты в любом учреждении, так же, как и мы. Ну, а в этом движении, так как оно новое, в общем-то, мы там буквально лет, я знаю, там 5-10 максимум, перегибы, конечно, будут. Я бы не сказал, что из-за этого мир сошел с ума. Это обычные перегибы в обществе, которое как-то меняет свое направление движения, меняет отношение к меньшинствам в любом виде. В сексуальном меньшинствам, в физическом плане и так далее. Поэтому ничего страшного, я считаю. Все нормально будет. Окей, мы еще к этому вернемся. Саш, что ты скажешь по этому поводу? Во-первых, это происходит не со всем миром, а только с отдельными странами, которые, подчеркиваю, сытые, довольные и свободные. И у них как бы мало других проблем. И я думаю, видя у тебя, что в большей части человечества, у которых по-прежнему проблемы, это голод, войны, нищета, бездомность и так далее, этих проблем совсем нет. Никаких фриков там нет. И это я не думаю, что как бы... Это та самая пена, которая, Паша правильно сказал, та самая пена, которая поднимается на поверхность при всяких притурбациях. Хочу обратить твое внимание, что после Великой Октябрьской революции столица России была наполнена фриками просто от и до. Ходили с теми же желтыми волосами, Майковский ходил там с деревянной ложкой вместо галстука, танцевали обнаженные женщины на сцене и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это всегда вот такую пену выносит. Потом, тихо и незаметно, традиционные ценности берут свое, потому что, опять же, даже в тех же штатах, вот прослойка вот этих вот полушумасшедших, по эпохирующих, по разным причинам. Кто-то действительно так думает, кто-то там просто так с ума сходит. Действительно говорят, что если сегодня проехать, допустим, в Нью-Йоркское метро, там можно увидеть самых разных невероятных персонажей там. Согласен. Ну, так ничего в этом особо страшного нет. Но! Я не утверждаю, я не спорю с тобой о том, что мир сошел с ума. Но сошел он с ума совершенно в другом смысле. Вот мы говорим, что поставили там памятник несчастный, истерически больной, очевидно, шизофренички, с патологическими наклонностями, греки Тундрак. Такое тоже было в истории там. Какой-нибудь там, условно говоря, Жанни Дарк, у которой тоже была шизофрения и явная истерия, да? Или было там, по-моему, 16 или 17 лет. 16. Вот. То есть, как бы, проблема только в одном, чтобы потом эту Грету не сожгли на костре. На самом деле, опять же, вот этим занимается определенная часть свободного мира, в то время, когда реальных проблем у остального человечества просто бесконечность. Ей ставят памятники за непонятно какие заслуги, условно говоря, в то время, когда, я не хочу уподобиться старому анекдоту, но серьезно, в то время, когда там колдают дети в Африке и умирают от колода. И не тысячи, а сотни тысяч. Когда толпы бездомных, голодных, несчастных беженцев бегут от войны, бегут в одну сторону, бегут в другую сторону. Когда высыхают целые огромные районы планеты и так далее. Когда реальных проблем просто невероятное количество. Но вот эти сумасшедшие, либо грекцы, деловые люди под видом сумасшедших, они поднимают на флагсток, на знамя поднимают Грету. В этом смысле мир сошел с ума. Мы еще убедимся в том, что такие как Грета, ну скажем так, не хочу быть плохим пророком, но когда она в возрасте там под 30 лет попадет в закрытую психиатрическую лечебницу, не знаю, снять ли памятник или нет. Боюсь, что это произойдет раньше, но тем не менее, постараемся быть оптимистами. Наверняка у вас периодически возникает проблема с тем, что смотрят ваши маленькие дети или внуки. В интернете хватает мультиков, которые учат маленьких детей считать или отличать красный цвет от зеленого. Но очень мало мультфильмов, которые рассказывают детям о том, как жить в обществе и как в этом обществе нужно себя вести. Новый анимационный фильм «Тюби-Дубики» от создателей Тон ТВ рассказывает малышам о самых важных вещах в жизни. О том, что такое совесть, почему нужно говорить правду, почему нельзя брать без разрешения чужие вещи и о многом другом. «Тюби-Дубики» напоминают мультики нашего детства, где герои всегда были очень славными и симпатичными, а добро всегда побеждало зло. Милые котята заставляют полюбить себя, и ваши дети их тоже полюбят. Каждую неделю на YouTube-канале «Тюби-Дубиков» появляются новые серии. Чтобы не пропустить их, зайдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь на канал нового мультфильма. Смотрите «Тюби-Дубиков» вместе с нами. Еще у меня к вам, друзья, один вопрос. Не кажется ли вам, что в основе всего этого лежит так называемая политкорректность, которая сегодня возведена, по-моему, в ранг всемирного сумасшествия? Потому что оставим Европу с этими беженцами. Посмотрим, как нам кажется, благополучные те же Соединенные Штаты. То же самое движение БЛМ. Был недавно футбольный матч. Играли какие-то сборные или клубы, я уже не помню, не принципиально. И футболисты преклонили, уже прошло сколько времени с этой историей знаменитой. Футболисты сели, привстали или присели на колено в знак памяти знаменитого героя, из-за которого начался здесь этот бардак. И был судья из России, он тоже присел. До этого были истории с известными российскими спортсменами и судьями, в том числе футбольными, которые отказывались это сделать, они проявляли свое отношение. Когда россиянин-судья преклоняет колено, Россия эксплуатировала негров? Паша, это ли не сумасшистая политкорректность, возведенная в ранг уже благодетели какой-то? Мне кажется, ты утрируешь слишком. Я не утрирую. Он проявил солидарность с игроками, игру которых он должен был судить. И с положением... Более того, если смотреть с точки зрения России, то он со стороны России выражает солидарность с угнетенным меньшинством темнокожим Америки, в котором всегда в Советском Союзе говорили, что их угнетают, у них нет прав. И убивают, и вообще издеваются. Может быть, ему было бы гораздо более логичнее, если бы он встал на колено во время футбольного матча и помянул крепостное право в России. Когда эта тема будет актуальна, и когда крепостного крестьянина убьет полицейский в России, тогда, по-моему, он встанет, скажем так, на колено. Наскредника крепостного крестьянина. Выяснится, когда убитый какой-то молодой человек, у него прадедушка был крепостным крестьянином, может быть. Смотрите, демократия сейчас проходит такой резкий поворот в своем развитии. Она получает сейчас два удара, один за одним. Первый удар – это беженцы, которых Саша упомянул. Вроде бы открытые границы, свободно, перемещение. А сейчас, когда беженцев стало не квота 10, 20, 30, 50 тысяч, а сотни тысяч, миллионы, то демократия задумалась и говорит, что ребята, конечно, мы не демократия, но должны быть разумные пределы и стали вводить какие-то ограничения. Как только они стали оправляться от этого первого удара, сейчас приходится второй удар, связанный с вакцинами и ограничением прав человека в обществе. Идут демонстрации во всей Европе. Вы не имеете права нас заставлять носить маски, вы не имеете права объявлять комендантский час, не пускать нас туда и сюда. Современное общество должно к этому приспосабливаться, принимать какие-то соответствующие законы. Которые бы ясно сказали любому гражданину, что государство имеет право. В эту область государство не вмешивалось еще. Парламент и законодательство не входило. Сейчас ему придется входить. Пока мы будем видеть разные мелкие суды, которые будут предъявляться одним человеком, который не пустили на работу, уволили с работы и так далее. Но в конце концов, я не знаю когда это случится в нашей стране из-за политической нестабильности постоянной. У нас фактически это работает, это без КНЕС. Это плохо будет работать. Судьи в конце концов скажут, ребята, мы, извините меня, примите законы, на основании которых мы должны будем принимать на это решение. И парламенты всех демократических стран, и наши в том числе, должны будут как-то сформировать свою позицию. Вылить ее, скажем так, на бумагу, в законы, принять законы, согласно которым, возможно, будут попраны какие-то основы демократии, которые раньше были вообще как само собой разумеющиеся, а эпидемия внесет свои коррективы. Допустим, правила дорожного движения не утверждаются в КНЕС эти. Правила дорожного движения, фактически, министерства, я не знаю, их законодательную... То же самое с прививками, если министерство здравоохранения вводит какие-то нормы, что места общественного пользования и так далее, не может зайти человек без прививки, или может зайти только сделав определенный тест. Это абсолютно нормально, для этого не надо КНЕС это. Смотри, может быть, но должны быть установлены правила министерствам, которые должны поддерживаться судами. Если тебя штрафуют за то, что ты не привязан ремнем безопасности, ты можешь тыркаться куда угодно, а ты проиграешь все суды и все свои иски. То же самое должно быть здесь. Законы, условно говоря, должны быть какие-то нормы, правила разработаны, по которым мы все будем причесаны, грубо говоря, чтобы люди не дергались. То есть мы знаем, мы общаемся в фейсбуке, сколько людей, вы не имеете права. А сейчас будет с детьми еще история, как вы понимаете, когда начнет прививать через месяц, начнут прививки детей. Будет столько возмущенных родителей и так далее. Как школы будут себя вести? Ну, говорят, что к началу нового учебного года должно быть там чуть ли не всех детей с этого возраста. Как будут вести себя школы, когда 25 человек будут вакцинированы, а 5 человек не вакцинированы. Что с этим делать? Нас ждет очень большая суматоха в этом плане. Поэтому я за скорейшее принятие каких-то норм, незаконов, законодательных актов, которые урегулировали бы это отношение. И я не сомневаюсь, что демократия с этим в конце концов справится. Просто придется ей корректировать себя после этих двух опасностей, которые возникли в последние годы. Саш, что ты думаешь по этому поводу? Политкорректность, коронавирус, демократия. Насколько все это сочетается? Я добавлю, что если бы это был вирус, в результате которого смертность была бы 20%, мы бы вообще не спорили на это. Мы бы все бы голосовали за то, чтобы ограничить вообще всех наследцев. Абсолютно согласен. За то, чтобы нам дали возможность свободно залезать в электрическую будку, заплывать за буйки и стоять под краном с подвешенным грузом. Но все равно висят предупреждения. Да, но висят предупреждения, да. Это глупо и смешно. То, что политкорректность, я об этом много говорил. Политкорректность – это некая шизофрения и сумасшествие, которое просто захлестнуло мир, ну, по причине того, что скучно. Было скучно. И люди делают, как бы, совершают разные поступки по этому поводу. Люди придумывают себе какие-то новые условные игры, новые, как бы, обозначительные знаки. Люди создают себе новую этику. Это все, как бы, правомощно. И вся эта шелуха рано или поздно насыпается. До тех пор, пока это не превращается в некую религию, в некую религиозную секту, когда им кажется, что вот, а, к сожалению, им так кажется, что их мнение единственное правильное и справедливое во всем мире. Я более чем убежден, что вот эта вся фигня, извините за выражение там, мама-папа, папа-мама, папа-папа, родитель первый, родитель второй. Все это, вся эта шелуха со временем осыпется и займет свое место там, где это должно быть. Оно будет, но будет где-то там на какой-то, в общем, задвинутой, задвинутой в какую-нибудь дверку. Это произойдет либо само собой со временем, либо когда наш мир, не дай бог, сотрясет очередная большая катастрофа, война или, не дай бог, вселенская какая-то жуткая история. И миру придется начинать, как бы, жить сначала, как после Второй мировой войны, как бы, начинать многие вещи с нуля и заново строить всю мировую систему. Об этом, пожалуй, даже уже и не вспомнят, потому что, ну... Опять же, Саш, мне бы твой оптимизм... Я как раз пессимист. Ну, пессимизм, но я считаю, что ты говорил с оптимистической точки зрения в любом случае. Последний штрих. Может быть, опять же, Паша прав, что человека надо воспринимать по его делам, по каким-то достижениям и так далее. Вот я опять хочу вернуться в заключение на минутку к госпоже Саймон Сандерс. Я читаю ее биографию, 32 года, ее анкетные данные. Мама была активисткой черного движения и директором музея истории африканского населения великих равнин в Соединенных Штатах. Ну, что? Правильные биографии для правильных людей. Смотрите, на самом деле, вот, пожалуй, с чем я не соглашусь с Пашей, с тем, что нужно действительно попытаться заглянуть человеку в душу. Вот я не верю, и мне не попадалось ни одного примера. Может, я просто мало знаю, мало читаю, мало слежу за мировой прессой. Когда бы какой-то там, условно говоря, великий ученый, великий компьютерщик, инженер, изобретатель какой-то, когда бы он был бы занят тем, что придумал бы себе какой-то там удивительный хайр и одевался бы именно в красные стороны, там, в желтую клеточку, просто потому что это метод самовыражения. Я глубоко убежден, что таким способом выражают себя только те, которым больше не в чем выразить себя. Так они обращают на себя внимание, так они дают окружающему миру знать, что они есть, вот они, что они индивидуальность. На самом деле, это глубоко несчастные люди, не нашедшие себя, и живущие, пытающиеся привлечь внимание общества. Нормальные, успешные, состоятельные люди, в моем понимании, в этом не нуждаются. И они не нуждаются в каких-то там, они не задумываются о том, как он называется, папа или родитель номер один. Им все пофигу глубоко, они заняты делом. Поэтому вот тут Паша неправ, убежден, что если я увижу на улице человека, ну если это не будем, да, и не хэллоуин, одетого тыквой и шествующего там в зеленом смокинге с палочкой в руках, мне никогда не придет в голову, я убежден, что я буду прав, что этот человек, какой-то замечательный ученый, изобретатель или писатель, или кто-то еще, что он чего-то по жизни висит. Что ты скажешь? Что ты дополнишь? По поводу музея африканских равнин, смотрите, Америка, я на самом деле имею в виду то, что я говорю, свободная страна. Хотите открывать музей африканских равнин, пожалуйста, хотите открывать музей равинов, пожалуйста, там маленьких и средних озер, пожалуйста. Я в свое время был удивлен, когда перед поездкой Америкой узнал, что оказывается в этой стране наибольшее количество музеев катастрофы, их там 25, хотя катастрофы не было на территории этой страны, это не может не вызывать уважения, поэтому еще раз это продолжение нашего разговора в прошлый раз, мне абсолютно все равно, во-первых, кем была мать этого пресс-секретаря, дети за отцов не отвечают, отцы за детей еще может быть как-то, дети за отцов точно, и мне важно, как она руководила этим музеем африканских равнин. Пожалуйста, не отцы, а родители. Ну, я имею в виду родитель 1, родитель 2, да. Я, кстати, по поводу родителей, то, что там будет в архиве Министерства обороны храниться, я буду называться родитель 1, родитель 2, меня абсолютно не волнует, как я буду называться, я в своей семье буду считать себя тем, кем я считаю, и любой человек может называть себя в семье, как он хочет. Паша, но это же только первый шаг к тому, что запретят, точно так же, как запретили писать папа-мама, запретят называть детям своих родителей папа-мама, а будут требовать, чтобы они называли родителей 1, родителей 2. Я не уверен, что это будет именно так, это раз. Во-вторых, ну, господа, вы со мной здесь, вы вряд ли сойдетесь, потому что я абсолютно толерантный человек. Моя позиция такая, если вот такая система учета в каких-то документах наносит какой-то моральный ущерб гомосексуальным семьям, которых спрашивают, а кто у тебя мама, а он не может ответить, говорю, а папа и так далее, они там краснеют и аглятся и так далее, и ради того, чтобы это убрать, при регистрации куда-то будет записан родитель номер 1, я готов поступиться этим, в этих документах пусть пишут, как хотят. В семье это личная свобода, попрание личных свобод это совсем другой уровень, это уже не демократия, извините меня, поэтому я не уверен, что это пойдет туда. А в документах пусть будет, если это унижает 10% населения, я просто знаю счастливые гомосексуальные семьи с этой стороны и с этой стороны, то есть мужскую и женскую, я вижу счастье в глазах этих родителей, понимаешь, и я не хочу, чтобы они, оформляя ребенка в садик, терпели какие-то косые взгляды, унижения и так далее, ради этого, чтобы меня записали родитель 1, я с женой договорюсь, кто будет у нас родитель 1, а кто родитель 2, причем я уступлю, я это знаю, главное с детьми, да, и любовь от этого не изменится, не исчезнет в нашей семье, для того, как мы будем себя называть, понимаете, вот это моя такая позиция, я очень толерантный в этом плане. Спасибо, Паш, спасибо, Саша, спасибо за это интереснейшее интервью, поговорили от души, спасибо, спасибо, спасибо вам, что были с нами, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч.